Привет, друзья! Ну, это же самое главное, это же самое глубинное, это самое, так сказать, самое искреннее, это самое то, что так глубоко и так высоко, это то, что связано с каждым человеком сознательно или подсознательно, это то, что как он в своей глубине души, в глубине сознания, в глубине чувства, когда, например, он молится искренне, когда он так глубоко искренне и в уме, и в душе, и в сердце своем обращается к Богу, к Всевышнему, что он под этим в себе там подразумевает, к кому он обращается. Ведь именно это разделяет людей, разделяет миры, создает войны, миропонимание между людьми, потому что кому ты молишься? Кому ты молишься? Вот в этом весь вопрос. Когда ты обращаешься со всей искренностью, например, за помощью к Богу, ты как себе это воображаешь, что ты в этот момент привлечешь его внимание, он обратит на тебя внимание, или что он повернется к тебе в лицо, как ты себе это воображаешь? Или он может перстом своим вмешаться и ради тебя чудо сотворить, вопреки всем обстоятельствам? Или что? Или ты понимаешь это как-то по-другому, например, по-научному, потому что ты в этот момент, когда всей душой обращаешься к этому высшему, высшему, в этому бесконечному, ты когда обращаешься, может, ты где-то чувствуешь инстинктивно, что ты в этот момент работаешь со своим подсознанием и очищаешь там все от чего-то ненужного, улучшаешь себя в этот момент в своей вере. Может быть, поэтому ты улучшаешь себя этим, совершенствуешь себя этим и устраиваешься потом лучше твои дела? Ну, к кому ты обращаешься в этот момент? Вот же, что разделяют людей. Есть люди более философские, они понимают, что это нечто, это высшее нечто, это законы природы, они отстоят от конкретности, это философы. Есть люди, которые мысль – это предметно. У них чашка – это чашка, стул – это стул, книжка – есть книжка. И они могут там воображать себе это. Ну, такого большого-большого, громадного, бесконечно громадного, всесильного, всемогучего, как человека, который действительно, ну, кто как это себе воображает, в зависимости от масштаба своей интуиции, масштаба своего мышления и насколько ты философ, насколько ты философ. Потому что есть люди, которые могут смотреть на вещи отстраненно, дистанцироваться от вещей, философски рассуждать. Для них Бог – это, ну, он даже, может, не задумывается об этом. На самом деле он не в прямом смысле. Вот, например, Эйнштейн, когда его спрашивали, верите ли вы в Бога, он отвечал по-разному, потом оказалось, все зависит от того, с кем он разговаривает. Если он понимал, ну, я так понял из его истории, я так понял из того, что я читал, когда он понимал, что человек к этому относится буквально, да, буквально, а другой человек к этому относился философски. Вот Кант, например, Эммануэл Кант, когда он говорил «звезды над нами и совесть внутри нас», или «этика внутри нас», ну, что он имел в виду? Ну, я так понимаю, я философ, я занимаюсь наукой, я так понимаю, что он имеет в виду, что законы Вселенной едины, причинно-следственные связи, да, и в конечном счете в процессе развития и животного мира человека, и развития у него сознания, а потом самосознания, да, но в процессе всего этого, да вот видите, там вот этот водораздел и есть, потому что некоторые люди думают, что человек произошел от обезьяны, потому что они знают теорию Дарвина, теорию эволюции, теорию перехода количества в качество. Когда человек развивается, у него все больше и больше нейронной связи в определенное состояние входит, и там уже, кроме бессознательных рефлексов, животных, инстинктов выживания, уже начинает появляться новый уровень мироощущения, мировосприятия, сознания, как отражение реальности, как модель реальности здесь, в голове человека. Потом уже самосознание, то есть это количество качественного перехода. Есть люди, которые прямо воспринимают, что Бог человека создал, как Адама и Еву, и вот Адам и Ева есть, вот так взял Бог и создал Адама и Еву, да, и потом пошла, значит, жизнь на земле. Ну, это две картины мира, две картины мира, одна научная картина мира, одна рельгивозная картина мира, да, но это дело каждого, дело каждого, и вот оказывается, люди делятся между собой тем, что некоторые люди мыслят конкретно, предметно, предметно, а некоторые мыслят философски, абстрактно. И кому ты молишься? Какому Богу? Да. Вот для тебя он философский, или для тебя конкретный, который такой вот вездесущий, исполнит твое желание, вот никому, допустим, не простит, а тебе простит и тебе поможет. Ну, у нас же у каждого собственная исключительность, чувство собственной исключительности. Мы же себя прощаем, такие вещи, которые другому бы не простили. Как Христос говорил, в своем глазу бревна не увидать, в чужом глазу пылинку видишь. Но себе-то мы не простим то, чего не простим другому, правильно? И поэтому, когда искренность твоя заключается именно в том, чтобы ты молишься ты Богу, так поднимался, чтобы твой дух поднимался над твоим телом, над твоим эгоизмом, над твоими инстинктами выживания, и так искренне, глубоко, душой и сердцем проникался, я обращаюсь к мирозданию, к мирозданию, и я понимаю, что в этот самый момент, когда я обращаюсь к молитве к мирозданию, это я так. Я так устроен. Это мое дело, это не ваше дело. У каждого это вопрос совести, кто как. И не надо на меня нападать, и не надо меня критиковать. Какое ваше дело, к кому я обращаюсь? Это же так. Это же так. И я не имею права на вас нападать и вас критиковать, потому что вы так устроены. Я же вас не родил, и вы меня не родили, и вы же родились не потому, что вы так захотели. Вы не вольны были в этом. И если вы так устроены, что он для вас дедушка, который сидит на облаке, и перстом своим может в любой момент мешаться, и чудо создавать, ну пожалуйста, будьте такими, я же не против. Но это каждый, потому что мы не можем критиковать здесь друг друга и поощрять кого-то друг друга, потому что мы просто по природе, по природе, по-разному устроены, и не имеем права, и не имеем права заставлять вас думать, как я, а вы не можете заставлять думать, как вы думаете. Понятно, да? Вот это свобода человека. Верить во что он хочет, думать во что, как он хочет, это же самое главное. Вот где водораздел. Вот где водораздел людей между собой. Нет, говорит, вот ты неправильно думаешь, ты Коран не читаешь, или Библию не читаешь, или там Жития Святых не читаешь, или ты буддийские мантры не делаешь. Ну какое твое дело, чего я делаю? Понятно, я говорю? Кому ты молишься? Есть люди, которые молятся деньгам, да? Золотой телец, так называемый. Ну елки-палки, ну что бы он не делал, это я знал одного такого человека. Да, потом я узнал, он аэропорты забирает, он такой весь на этом помешанный, понимаешь? Он говорил, я когда в маленький был, я вот пирожок там, или что, я все время думал, а как на нем заработать? Ну, потому что он так устроен, его не переделаешь. Я не говорю о том, что люди не перевоспитываются, они перевоспитываются, потому что в каждом человеке, если положить, или отрицательные, и никто не говорил, что если он видит каждый раз в любом детском пирожке, так это самое, как деньги заработают, может он будет будущим прекрасным бизнесменом, да, поможет человеку, создаст новую экономическую систему, может быть. Но я говорю, во всем этом, во всей этой серьезнейшей проблеме, во всей этой серьезнейшей проблеме, кому ты молишься? В этой серьезнейшей проблеме, я все-таки думаю, это будет вопрос человечества, бесконечные. Но есть один ответ, один ответ, который точно так же бесконечно давно установлен. Кому бы ты не молился, во что бы ты не верил, ты должен быть человеком. Любить, супереживать, сострадать, созидать. Вот они вечные общечеловеческие ценности. И на них все религии, кстати, и построены. Тысячи лет назад. Да. А я занимаюсь созданием науки о человечности. Вот эти качества я выделил, они должны как критерий лечь любую систему подготовки и подбора кадров на всех уровнях, от шахтера до президента. и тогда жизнь будет лучше. Потому что науки о человечности пока нет. Потому что она пока приписана религии, приписана искусству, литературе. Науки такой нет. А нужны критерии. Это очень сложная работа. Помогите мне, друзья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok